Всем привет, это Ходят Слухи. Спасибо всем, кто подписан на канал. Если вы еще не подписаны, пожалуйста, подпишитесь. Чем больше подписчиков, тем больше интересных гостей, которых вы хотите как бы видеть. Вот одна из них. Как сталкеры или как вы называетесь? Мы никак не называемся, мы называемся блогерами. My English is very bad. Чем люди меньше знают, тем они лучше спят. Старая, страшная, мрачная. Фу, что это такое? Б**ец, что за говно? Это что такое? Это диск? Постанова! Я бы хубила тогда, в тот момент. Вот ты, например, любовница Козловского. За шквар. Отписывайтесь от ее канала. Закройте видео, как я говорю, и выйдите, пожалуйста. Твоя история в медиа началась с того, что во всех новостях начали о тебе писать приглашательные эфиры во время революции, когда ты залезла на здание и повесила украинский флаг. И ты тогда активно поддерживала революцию. Украина я вишняю кольору. Она стоит на шпиле Сталинской высотки у центра Киева без страховки. У руках тримает украинский прапор. У соцмережах девчина уже давно стала зіркою. Ты специально запланировала это действие или это случайно так совпало твое патриотическое отношение к ситуации и вот то, что ты занимаешься? На самом деле тут и первое, и второе очень значительно. Хотелось ли мне куда-то пробиться? На самом деле еще с детства была огромная мечта, чтобы просто меня показали по телевизору. Вот как у всех детей, когда они смотрели телевизор, им очень хотелось, чтобы их показали. То есть так же хотелось и мне. И меня один раз показали, и после этого как-то все оно само по себе и началось. Ну плюс ко всему просто до сих пор тяжело про это все вот вспоминать, про все эти года вот, когда не будем об этом говорить, не хочу об этом говорить. Было очень тяжело, и я, по крайней мере, со своей стороны пыталась поддержать людей, которым плохо, хоть чтобы у них появлялась улыбка какая-то на лице, когда они там видели флаг Украины. Ну это было тебе тогда 15 или 16 лет, да? 15 лет. И у тебя была какая-то подготовка, почему ты порезала на крыше, или это какое-то безумство было юношеское? На самом деле сам смысл заключался в этом лишь только залезть и повесить флаг, больше ничего. Серьезно? А потом оно как-то само по себе закрутилось и переросло в какое-то хобби, которое уже, конечно, закончилось, но все равно было очень круто. А почему закончилось? Вот сейчас пишут, что ты уже только заброшки снимаешь и руфинг забросила. Почему? Потому что со временем, когда человек немножечко взрослеет, он понимает, что он уйдет на неоправданный риск, и как обычно это происходит, дети более стойкие к каким-то необдуманным действиям, они готовы это делать, они не чувствуют страха, у них нет этого страха. А у меня со временем он начал появляться, и я поняла, что надо заканчивать, потому что жизнь и так-то короткая, а так она еще короче, зачем ее себе сделать еще короче. То есть решила закончить и перейти на что-то более безопасное, но заброшки не такие уж и безопасные. Ты мне скажи, вот первым украинский флаг повесил Григорий Мустанг, и в Москве он разрисовал звезду желто-синим цветом. Это он для тебя был примером руфинга и вообще? Я не скажу, что он был примером каким-то, но в какой-то степени именно благодаря ему и его действиям меня что-то сподвигло на то, чтобы заниматься руфингом и лазить вообще по крышам. Ты там еще в очень многих интервью рассказывала, что ты хочешь в Дубай полететь, наверх залезть на Бурж-Халифа. Для этого при первой же возможности Александра Киевская отправится в Дубай, чтобы покорить самое высокое здание мира Бурж-Халифа и на высоте 830 метров установить флаг Украины. Что произошло с этой мечтой? Это из-за того, что ты не хочешь больше лазить и боишься? Эта мечта все так же осталась, она есть, она скоро, я надеюсь, осуществится. Ну, по крайней мере, если не на шпиль, на Бурж-Халифу, то просто хотя бы там постоять побывать, хоть на смотровой площадке. Но чтобы поставить галочку в своей жизни, что вот я когда-то хотела, то есть я туда все равно приеду, я туда все равно попаду и буду там, и сделаю оттуда фотку. Ну, ты же знаешь, что-то экскурсии водят, ты туда попасть можешь. Ну, а ты что, хотела прям забраться? Да, я хотела прям забраться, но потом, опять же, с возрастом я пришла к тому, что это невозможно, что, скорее всего, что последует какое-то уголовное наказание за эти действия, о чем, в принципе, в детстве я таком даже не думала. Мне было все равно, и делал все, что мне хотелось. А сейчас приходит возраст, когда ты начинаешь понимать, что вот она, взрослая жизнь, ты в нее вот пришел или пришла, и вот оно, добро пожаловать. В июне 2018 года ты рассказывала, что если бы мне дали выбор снимать бьюти-влог или ходить по заброшкам, я бы выбрала бьюти-влог. Но так как вы привыкли ко мне как к девушке бесстрашной, как к девушке, которая ходит по заброшкам, то я никогда уже этого не брошу. Я буду делать это ради вас, ради контента, ради ютуба, ради тех людей, которые меня просто смотрят. Сейчас с кризисом жанра столкнулась? Тебе уже не нравится это? Мне нравится это делать. Но берем вот город Киев, берем всю Украину, берем, например, Москву и представим, что мы все уже объездили. И что потом возвращаться к старому не хочется, а новое, по сути, уже и нет нового. Ты реально уже все объездила? Практически все, ну кроме заграницы. Но заграница, опять же, это огромное количество финансов, это огромное количество перелетов, это очень много стрессов, это проблемы с законом, опять же, те же самые. И вот все, оно вот сливается вот в такое вот, вот, все. И ты это просто выдаешь на ютуб, чтобы люди хоть немножечко что-то поняли, что ты не можешь постоянно снимать, ходить заброшки каждые три дня. Вот я выпускаю видео практически каждый день. Может, раз в неделю, когда что-то не успеваю. Опять же, из-за недостатка мест, которые очень сложно искать. А ты ходишь повторно в места, где уже были сталкеры, да, это называется? Я возвращаюсь повторно в некоторые места. Если мне кто-то из, например, подписчиков или я проезжаю мимо этого здания, сама замечаю, что там что-то поменялось, и то есть там могла появиться какая-то другая история, которую можно показать зрителям, рассказать. А вот те места, в которых там был, например, Суперсус или кто еще, Дима Масленников, ты знаешь, такое в России постоянно в тренды попадает. В тех местах, в которых они были, ты можешь туда пойти или ты стараешься не ходить туда? Ну, я не скажу, что у нас прямо вот, например, с тем же Суперсусом, да, один и тот же контент, я не знаю, он вроде лазит по бомбоубежищам. Да, он по бомбоубежищам. Я по такому не лажу, я больше хожу по заброшенным местам, именно в домах. Я не хожу по бункерам. Мне нравится что-то старое, страшное, мрачное такое. Че это, блядь, охуяня? Чтобы все скрипело, были какие-то звуки, за что можно было бы зацепиться и где-то найти какую-то историю. Еще историю этого здания, все это в куче смешать и получить, ого, какая-то все-таки заброшка. На самом деле, если искать мистику, ты там найдешь мистику в любом месте. Даже, например, мы с тобой будем сейчас сидеть, упадет книга, и это мистика. Находясь в студии, в нормальном помещении, в тепле, в уюте, с приятными людьми, это одно. Но когда ты находишься в заброшке ночью, поздно, никого нет вокруг, тишина, и тут какая-то хуйня падает, то, соответственно, у тебя эмоции немножечко меняются, и ты уже не думаешь о том, что это мистика. Ты сама веришь в то, что существуют привидения, какие-то там паранормальные явления? Нет, я не то чтобы... Нет, я, наверное, не верю, и, скорее всего, да, я не верю, потому что я их никогда в жизни не видела. И только когда я смогу это увидеть, наверное, никогда это не увижу и никогда я не поверю, соответственно. Хорошо, а как тогда быть с теми видео, которые набирают по очень много миллионов просмотров, где ты там, у тебя написано паранормальное явление, и там что-то пошевелилось на видео, и уже все. А это вот остается загадка для зрителя. Это уже здесь зритель должен сам подумать и понять, было ли здесь что-то паранормальное или нет. Может быть, я ошиблась, а может быть, я сняла то самое, зачем я туда и пришла. То есть ты сама не утверждаешь, что что-то было, это уже зритель смотрит, ему нравится мистика, скорее всего. Я не говорю конкретно, что вот, смотрите, там привидение побежало, то есть я говорю, там что-то появилось, там что-то было, или я там что-то услышала, заметила. Я даю пищу там для ума зрителю, и поэтому... Хорошо, вот эти помещения, в которых ты была, и здания, и ты говорила, что больше туда не вернешься. С чем связано? Там очень страшно, там кто-то следил за вами, что там происходило? Во-первых, может быть, дом крайне аварийный какой-то, он может в любой момент упасть, и опять же, ты переживаешь за свою жизнь. Во-вторых, бывают неприятные личности, попадаешь на неприятных личностей, например, наркоманы. Это очень небезопасно, когда ты идешь с большим набором техники, которая стоит очень-очень много денег. Вот. И ты, получается, туда заходишь, даже если я вот хожу одна иногда, я захожу одна, и вдруг мне сзади что-то прилетит удар какой-то по спине, по голове палкой, или меня заколят шприцом до смерти, я же не знаю, как там получится. Вот поэтому именно такие места я предпочитаю избегать. Если я вижу, что оно прям вообще такое, прям-прям-прям, то я туда не возвращаюсь. Но в школу, в которую ты не хотела возвращаться, ты все равно вернулась. Это что? Что это? О, боже. Я сняла. Я сняла, у меня есть. Тише, тише. Сволочь. Глаза светятся. Да. Почему? Подписи не попросили. Да, и, во-первых, это первое. Когда люди просят, ты сразу вот собираешься с мыслями, даже если тебе очень лень, даже если ты очень боишься, ты все равно поднимаешь жопу и идешь туда это снимать, потому что вот просили. А так, возможно, я поняла, что там нет ничего опасного. У тебя видео самое-самое популярное на канале. Оставила камера на кладбище 9 миллионов 100 тысяч просмотров. Да, да. Сегодня ночью я конкретно обосралась. Почему? Там же ничего такого на кладбище не произошло. А это уже не от меня зависит. Я вообще ехала снимать это видео и вообще не думала, что оно так зайдет. Я думала, может, там что-то интересное. Смотрю, сижу. Что? Не всегда же что-то происходит, когда ты едешь снимать ролик. Главное сам факт снять. Но заключается же сама идея в том, что оставить камеру, а что там произойдет, это уже не от меня зависит. Я там не бегаю, не кричу, руками не машу, не говорю, вот смотри, что-то побежало, или я сама это делаю. Потом, следующая по популярности у тебя идут видео из Чернобыля. Морг, 6 миллионов просмотров. И вот у меня вопрос, почему ты там ходила без перчаток и трогала все? Тебе было не страшно? А потому что это без разницы, в перчатках ты или без радиации. Радиация проникает, куда хочешь, когда хочешь и где хочешь. И вот какие-то записи. 84, стоп. Да, дата операции, месяц и число. Значит, здесь проводились операции на этом столе. Фух. Перчатки тебя не спасут. Тебя спасет, возможно, ты ничего тебе не спасет. Ну, а у тебя же там волосы, оголенные ногти, кожа. А вот для этого существуют специальные места и специальные приборы, называются дозиметры, и места, в которых есть больше радиационный фон, и есть места, в которых меньше радиационный фон. И тот, который меньший, он как бы приглашает тебя его посетить. Ты там зашла в морг, я не помню, или в тюрьму, и там вот этот, как дозиметр? Дозиметр. А, дозиметр, да. Показывал то, что зашкаливает уровень радиации. Это ткань от подшлемника, от каски пожарного, которая здесь лежит. И возле нее вот написано «Осторожно». Теперь смотрите на дозик. Я считаю, что если ты постоишь в таком месте не более там 50 минут, 5-10 минут, то, в принципе, ничего с тобой такого не будет. Каждый год, живя в городе, мы получаем намного больше радиации, чем мы получили за тот 1-2-3 дня в Чернобыле находясь. Действительно настолько мистическая зона и энергетика там такая, о которой на YouTube рассказывают. Ну, вот многие привыкли говорить о том, что в Чернобыле живут мутанты. Ну, какие мутанты? Не живут там никакие мутанты. Это обычный просто заброшенный город, в котором когда-то случилась огромная катастрофа. Это не смешно и не прикольно. Это просто заброшенный город стал. Когда ты попадаешь туда, ты чувствуешь себя как в игре, в компьютерной. Если ты идешь туда, например, нелегально, то ты в попытке убежать от охраны, от полиции, от каких-то там надзирателей, которые сидят в чернобыльской зоне и охраняют эту зону, как свою зеницу ока, вот, ты именно в тот момент чувствуешь, что ты играешь, как будто ты должен выжить и дойти до конца. А ты туда сама ездила, да? Я ездила туда и легально, и нелегально. В основном это было нелегально. А что ты там хотела найти? Или видео с Чернобыля обязательно набирает много просмотров? Не обязательно. Мне просто очень с первого раза, я там как бы была, как побыла первый раз, поняла, что мне туда еще хочется вернуться, просто побыть на тех объектах, которые там я видела, например, в сериале «Чернобыльская зона отчуждения». Мне было очень интересно побывать там именно лично. Я знала, что там вот стоят эти актеры, и я туда хочу. А ты мне скажи, вот в том же Чернобыле ты в кассовом аппарате нашла деньги, и сказала, что это вот ребята, скорее всего, которые приходили, нашли. Какие есть такие фишечки? Как сталкеры или как вы называетесь? Мы никак не называемся, мы называемся блогерами. Люди, которые по заброшкам ходят, это кто? Ну мы блогеры, другие могут назваться диггерами, но диггеры это в основном те, кто лазит под землю, но это не касается заброшенных домов, поэтому как общего названия нам, как блогеров... Ну хорошо, ладно, тогда там были какие-то блогеры, исследователи, назовем это так. Да, urban exploration. Exploration, да? Да. Или как-то так? My English is very bad. Это уровень английского Настюшка Ивлеева. Maybe I can договориться. Relationship. Какие есть фишки, вот такие, как оставить деньги, там какие-то фишечки? Можно летом оставить воду. Например, есть места, я не буду называть, соответственно, какие, я не просто скажу, что, например, стоит посреди леса домик, и о нем знает очень малое количество людей, это в основном сталкеры. И если ты идешь, у тебя есть какой-то запас лишней воды, если ты понимаешь, что тебе там или тяжело, или ты хочешь просто его оставить, ты оставляешь эту воду, и потом следующий человек, который идет по Чернобылю, заходит в этот дом, берет твою воду, пьет и знает, что это вода. Не с примесями, без ничего, ну просто вода, это просто ему оставили. Ты бы так выпила? Если бы у меня не было воды туда. Да. Я бы из речки, на самом деле, попила. Ну, с фильтром, конечно, но попила бы. С фильтром с речки это как? Продаются фильтры специально, ну как чайничек, понимаешь? Заливаешь туда воду чернобыльскую из речки, ну, фильтруется, пьешь. Ну, а еще что? Вода, деньги, что вы еще друг другу оставляете? Мы ничего не оставляли, мы просто пришли, поснимали и пошли назад. А почему нельзя ничего с собой брать, если это все равно никому не нужно? С собой почему нельзя вывозить оттуда? Ну, не с Чернобыля, а в принципе, почему вот из всяких заброшек, из мест, которые вы исследуете, вы ничего с собой не берете? А зачем оттуда что-то брать? Мы же не на море там ракушки собираем. Ну, блин, интересно исследовать. Нет, я понимаю, ну а вдруг там, блин, кусочек мини какого-то гепатита там остался, и что, ты его с собой домой понесешь? У меня вот животное дома, мне жалко. И себя жалко, и животное жалко, всех жалко. Всякие вот эти там же записные книжки, можно почитать всякие истории болезней. Ну, мы это читаем, но с собой мы это не берем, зачем оно нам надо? Чьи-то истории болезней, у нас своих хватает. А какие еще есть правила, кроме того, что брать нельзя? Именно на заброшках? Да-да-да, на заброшках. Которые ты знаешь, если нарушишь, это уже капец, уже зашквар. Типа, ну как таковых правил нету. Просто идешь и снимаешь. И все. Да, главное под землю не провалиться. А скажи, вот ты камеру оставляла в доме, в который ты знала, что кто-то лазит. Это же школа была, я не помню. В общем, какая-то заброшка. Как ты не боялась, что технику просто возьмут и собрут? А, камера с ночным видением. Да. У камеры, вообще у любой камеры практически есть функция такая, отключить LED-свет. То есть вообще все пикалки, весь свет внешний на камере, который мигает, все эти моргалки можно отключить и оставить камеру просто в состоянии, типа, выключенной. Ну, например, если люди знали, что вы пробрались в эту заброшку, да, вы там что-то ищете. Они могли там что-то посмотреть чисто теоретически. Именно поэтому ищутся такие места, чтобы камера стояла настолько незаметно, чтобы ее вот под углом, даже когда человек стоит, вот человек высокий, он со своей там точки, высокой, с точки А в точку Б, там, где стоит камера, он ее не увидит, потому что у него глаз туда не достанет. Угол зрения? У тебя никогда не было этих моментов, что переживаешь, что камера не будет? На самом деле переживаю, когда раз переживаю. Я в любой момент, в любой момент мы просто сидим в основном под зданием, где-то рядом, возле, мы можем уехать куда-то, потом приехать, посмотреть на следы. Если появились следы, значит, надо что-то делать. Если мы увидим конкретно, что кто-то несет и трогает нашу камеру, ну, конечно же, мы ворвемся и скажем, ну, чувак, ну, такие дела. Сколько стоит быть блогером, который исследует заброшки? На самом деле, если ничего не разбивать и все беречь, то не очень дорого. Как обычная экшн-камера, обычная камера для съемки с ночным видением. 1150 гривен, и все это тебе обошлось. А еще что тебе там нужно? Мозг. Мозг, все, а вот эта штука, которая меряет радиацию, дозометр? Дозиметр. А, дозиметр, да. Ну, если мы в Киеве ходим, то не нужно, если мы говорим конкретно о Чернобыле, туда. Какие-то перчатки особые, ничего такого не нужно? Нет, нет, достаточно антисептика после каждого похода на заброшку, и ты жив и здоров. Мне подписчики вчера писали вопросы для тебя, и они спрашивают, как ты с длинными ногтями и с волосами ходишь по заброшкам. Потому что это не очень как-то... Ты знаешь, когда человек захотел из какого-то минималистичного юношеского максимализма подрастающего поколения, будучи человеком, похожего на мальчика, превратиться в девочку с длинными волосами и нарастить себе ногти. И вся такая красивая. Ну что, идти на заброшку, каждый раз это все снимать? Ну зачем? Я не специально же что-то делала. Просто тогда ты была... То есть не зря я это делала. Ну да, не зря. А в связи с чем у тебя такие перемены? И я посмотрела, тебе исполнилось 20 лет, фоток уже нет, куда-то делись твои фотографии. Ты все удалила из Инстаграма, стала выглядеть более женственно. Это почему-то повзрослело? Да, скорее всего. Или это личная жизнь так на тебя повлияла? И личная жизнь, и взросление, и все, оно так в перемешку дало вот такой результат. И что мне нравится, очень прикольно. Главное, чтобы в душе человек остался таким, как он был, а внешность это такое второстепенное. Ну ты сейчас больше женственные какие-то качества себе нарабатываешь, да? Конечно, конечно. А какие у вас с Сергеем отношения? Очень много вопросов по поводу того, парень твой, не парень, кто он, кто Сергей. Не знаю, очень много, вопросов 50. Повторяю и повторяла, говорила об этом миллионы раз, что Сережа мой друг, но если что-то нужно будет рассказать зрителю, он обязательно об этом узнает первый. Я просто личную жизнь не люблю выводить на показ, это неправильно, и вообще чем люди меньше знают, тем они лучше спят. Я блогер, я вот снимаю видео, я считаю, что этого вполне достаточно. Не надо же там просто, извините, жопу растягивать перед людьми и показывать, что вот смотрите, вот я так живу, я вот там кушаю, там какаю, там писю и т.д. и т.п. Это неинтересно. А ты мне расскажи еще про Киев днем и ночью. Как ты попала туда? Просто пригласили меня на кастинг, я просто пришла. Прошла первый этап, второй этап, третий этап. И меня поздравили с тем, что я вот буду сниматься в Киев днем и ночью. И что, и сколько ты снялась, получается? Честно говоря, уже не помню, что-то около 10 серий. А почему не продолжила сниматься? Все. Все у них там. Моя роль в этом сериале закончилась как бы. Понравилось тебе сниматься? Да, было интересно, интересно было такой опыт получить. Там же это получается, ну скажем, киношная реальность, и тебе прописывали полностью сценарий, или ты сама себя играла? Это все по сценарию, но я вот как делала и как вообще говорилось, как нужно делать, как говорил режиссер. Вот у тебя есть определенный сценарий, но, пожалуйста, прочитай его и говори вот от себя, как ты это видишь. Как бы ты поступила в этой ситуации? Вот приблизительно иди рядом со сценарием, но от себя. Вчера в прямом эфире ты рассказала, что ты хочешь разнообразить как-то свой контент, и что ты хочешь выпустить кавер. Сказала, что хочу, чтобы вы увидели меня с другой стороны. Я не только по заброшкам ходить имею, я еще много чего делать имею. Борщ варить, котлеты жарить, и петь, и танцевать, и рисовать. И вообще очень творческий человек, все детство занималась творчеством и в спорте провела. Мне очень нравилось петь, но никогда я этим не занималась профессионально. Но потом я один, вообще никогда в жизни никому не пела, ни родителям, ни друзьям, ни знакомым, никому. И вот так как-то случилось, что один человек из моей жизни услышал, как я пою, и сказал, что нужно что-то делать. Короче, надо как-то развиваться, потому что есть искра, типа, ты должна идти, и что-то может быть получится. Я так до сих пор никуда и не пришла. В общем, все стою на том же месте, на том же уровне, но ничего страшного. Возможно, когда-то я доберусь до этого. Но, по крайней мере, сейчас я хочу показать людям, смотрите, типа, как я умею. Вы мне скажите, вам нравится или нет, а я потом буду решать, продолжать это делать или нет. Тут как бы мнение зрителя мне очень важно. Ты сейчас выберешь песню себе какую-то, запишешь, выложишь, и будешь уже от реакции понимать, продолжать тебе делать такой контент или нет, да? Ну, а заброшки? Конечно, останутся. Останутся? Конечно. Ты из Киева сама? Я сама из Киева, да, но я родилась в Киеве, и в эту же буквально неделю меня забрали из роддома, повезли в Крым. И прожила я в Крыму 8 лет. Почему, собственно говоря, моя жизнь вся прошла в спорте? Потому что изначально где-то с 5-6 лет меня уже водили по всем Крымским горам. Я обошла все Крымские горы. Я занималась большим теннисом около 4-5 лет, потому что мой дедушка тренер по большому теннису, также мой дедушка тренер по боксу, поэтому и в боксе у меня были некие начинания в виде 3-х лет. Занималась плаванием 7 лет, ходила на брейк-данс. Это же в Крыму это все? Нет, это не в Крыму, это же вообще в общем. Я думала, в Крыму я зайдем 8 лет. Ты там поднажала. Занималась танцами очень долгое время, и в принципе это, наверное, вся. Но еще в художку ходила, но это было давно. Ты рисовать, получается, хорошо умеешь? Ну, не скажу, что прям хорошо. Если бы я начинала бы развивать это с раннего детства, точнее не бросала бы развивать, то сейчас я, возможно, была бы каким-то там, продавала бы свои квадраты Малевича. А с кем ты жила? С родителями или тебя бабушка с дедушкой воспитывали? Я жила с бабушкой с дедушкой. А родители чем занимались? Мать постоянно была на заработках, отец какого-то непонятного в 6 лет. В общем, я его последний раз видела, и до сих пор я не знаю, где он. Вот, как-то так. Он просто вас бросил или что? Я не знаю, честно. Или с ним что-то произошло? Я даже, честно, никогда этим не интересовалась. Потому что мне и так было хорошо. Я знала, что если человек ушел и не возвращается, значит, ему это не нужно. То есть, типа, я просто забила. И так нормально у меня были люди, которые меня вырастили, которым я благодарна, и все у меня отлично получилось. А твой образ такой пацанский связан с тем, что тебя растили бабушка с дедушкой и не было? Нет, мой образ связан с тем, что в детстве, как и у большинства, даже не подростков, а детей, их в школе ненавидели. Вот у меня были такие моменты в школе, когда просто мне устраивали бойкоты, со мной не разговаривали и т.д. Я не знаю, с чем это было связано. Вот, как-то так. Может, потому что я немного странноватый человек была. У меня были какие-то свои волны, своя там фантазия, свои мысли. Возможно, это из-за творчества или креативности или чего там такого. Я не знаю, почему это произошло, но когда-то, как-то раз, я со своей подругой, даже, нет, в 11 лет, в 11 лет я шла по улице. И на этой же улице сидела компания с моей школы. Да, в Киеве, конечно. Это было... В 11 лет? Я точно знаю, что эти люди были с 9 класса. Значит, я была на пару таких добрых классов моложе. Может быть, 5, может быть, 6 или 7. И шла я, в общем-то, посмотрела я на них, они на меня. Они были крутые ребята, очень такие. И их все в школе боялись. А я почему-то в этот день не забоялась. И я шла, они на меня посмотрели, я на них посмотрела. Они говорят, а что ты смотришь? Я говорю, а ты что смотришь? И, значит, подходят ко мне три такие кобылы. Реально жирные, толстые кобылы. Да, три жирных подруги. И начинают что-то ко мне приставать. Я сижу, но жду, жду, что же произойдет. В итоге все, что я получила, это как бы, так сказать, удар по плечу вот так вот. Или в области шеи. Этот момент запомнила. И после этого момента я пообещала себе, что я буду мстить. Ну, то есть мстить не в плане физической расправы, а мстить в плане того, что я стану сильнее, чем они, как морально, так и физически. И, собственно говоря, именно из-за этого и начало развиваться вот это вот короткие стрижки. Ну, подожди, они же тебя не сильно пнули, получается? Не сильно. Тебя просто возмутило то, что кто-то... Не сильно, да, но мне было настолько обидно, что меня тронули, а я не могу дать сдачу, потому что их было трое. А я понимаю, что если бы я была сильная, я бы им просто убила тогда в тот момент. И именно это меня задело, и я поэтому именно начала заниматься боксом, я начала ходить в зал, я начала качаться, и поэтому стала выглядеть чуть-чуть иначе, как девочка, и думать чуть-чуть иначе, как девочка. Но, слава богу, сейчас меня наконец-то переклинило назад уже на протяжении двух лет, и все отлично. Но ты же не была прям каким-то качком, или был период, что ты была прям на массе? Да, был период, когда у меня руки были, наверное, наравне с мужчинами. Прикольно. И это до известности, да? И во время известности, и вот как-то так вот оно все. Вообще, почему крыши? Потому что это как раз в тот момент, когда у меня была хорошая физическая подготовка уже. Именно тогда это все срослось, и таким образом я вклинилась в эти крыши. А сейчас, ты сказала, ты похудела, у тебя не такая физическая подготовка, или ты тоже так же можешь лазить? Она осталась точно такая же, но объем просто спал в мышцах, в руках. То есть я не выхожу, я не такой качок с такой вот шеей, как Томаев, знаешь, там, вот. Я просто нормально выгляжу, я считаю. Ты вспомнила про Томаева и его бой с Марвином. Марвин же, это же твой товарищ. Ну да, когда-то, да, был. Можно сказать, что они тебя вообще ввели в эту блогерскую тему и преподнесли тебе идею того, чтобы стать руфером? Или ты отдельно? На самом деле нет, как бы я и до них этим занималась, но чисто для себя. У меня не было YouTube-канала, но мне было все-таки интересно это делать. И потом, когда я познакомилась с Филом, я поняла, что можно создать канал и туда просто что-то выбрасывать. Вот и все, собственно, такая моя история, так она и началась. А как они повлияли на твою жизнь, вот как блогера? Никак. Я знаю, что ты со Стасом прям хорошо общалась. Да, было дело. Мы были когда-то хорошими друзьями. У вас не было с ним никаких любовных отношений? Просто чисто дружеских? Ну, мы просто дружили. И то они такие, я так понимаю, что... Нет, были хорошие отношения, но в какой-то момент они просто закончились. А с Марвином почему ты перестала общаться? Ну, ровно по той же, наверное, причине. Я вообще, честно говоря, я в этом деле не замешана. Они просто нашли друг друга, нашли общий язык с друг другом. Они поняли, что им с друг другом лучше. Ни в каком неплохом смысле, наоборот, в хорошем. Я за них очень рада. Вот. И, в принципе, все. А я пошла своим путем, у меня своя дорога. Вот эта ситуация с Марвином, как ты считаешь, действительно ли его бесил Томаев? Или просто Марвин уже хочет словить хайп? Вот ты его как человеку знаешь. Я, честно говоря, я за других людей ненавижу говорить. Я ненавижу ни про кого говорить. Я могу говорить только за себя, за то, что я точно знаю, за что я точно уверена. Тогда хорошо, поговорим о твоем хайпе. Ты как-то сняла видео в Инстаграм. И там такие цитаты. Зашла в тренды. Что за говно? Это в январе 2018. Это что такое? Это диз? Да, твой диз. Ну, конечно, это мы помним. Хочу посмотреть видео. Открываю всем известный раздел рекомендаций. Но, блин, YouTube бы сам бы кричал, если бы мог. Что это за говно? Это самое позорное видео на моем канале, которое я даже бы хотела бы переснять, но уже поздно. Почему? Потому что много просмотров? Нет, не потому что много просмотров, а потому что изначально, когда мы пришли на студию, нас записывали ребята, мой голос записывали ребята, которые при этом перед тем, как меня записывать, накурились травы и сидели вот такие вот, получается. То есть тебе за видео не стыдно? Тебе стыдно за твой голос, получается? Да, очень сильно. Видео тебя это устраивает, да? Я поэтому и хочу кавер выпустить, чтобы люди не думали, что я настолько ужасная. Но вообще я открываю рот, и мои все звуки, которые из меня выходят, настолько плохие. Что тебе так не понравилось? Сейчас ты тоже считаешь, что основная часть контента — это говно? Я не считаю так. Я говорила конкретно об отдельных людях. А, то есть это только конкретных людей, да, касается? Которых ты затронула в видео. Ну да, те люди, которым я хотела это сказать, я надеюсь, они это посмотрели и поняли. Но потом нашлась куча обзорщиков, которые обозревали мой диск, и при этом даже не понимая, что этот диск именно от таких людях, которые сняли на меня обзор. А, я думала, вот когда смотрела, что это ты сделала диск на тренды, которые вот мы видим, что там говно полное. Нет. И просто на примере конкретных людей решила показать ситуацию в целом? Приблизительно, но там сама суть. Просто если очень внимательно послушать текст, который там очень плохо слышно, потому что мы уже знаем эту историю, вот, если его внимательно послушать, можно очень многое понять. Сейчас дисы будут какие-то? Нет, нет. Все, у меня табу, все, нет, спасибо. А почему табу? Не хочу. Мне хватило того раза. Очень много обзоров, ну, твоих видео. Я видела пару, что пишут, что ты используешь монтаж, и специально вот в тот момент, где открываются и закрываются двери, там просто стоит человек, который это делает. Можно описывать эту дверь, вот эту ситуацию миллионами, б***ь, различными фактами. Друзья, никто, сука, так не оставит камеры, б***ь. Да никогда в жизни она бы не оставила камеры, просто зная ее. Да, пускай мне тогда эта пара, я не знаю, докажет это. Именно просто вот покажет. Ну, ты видела это видео или нет? Пускай она будет со мной на этом месте, пускай она придет и посмотрит, как мы снимаем эти видео. Почему вот человек, не зная меня, не зная, как я это делаю, что-то пытается говорить в мой адрес. Типа, это неприятно, это творчество, и так я выражаю свое творчество. Кто-то выражает свое творчество, записывая, не знаю, музыку ту же самую, кто-то рисует, кто-то танцует, кто-то просто чем-то занимается. Но сидеть перед камерой и говорить, фу, фу, что это такое? Ты же не просто вот, например, ты сидишь в кинотеатре, да, ты смотришь фильм ужасов. Ты же не встаешь посреди зала и не кричишь «ПОСТАНОВА!» просто. Ну ты же так не делаешь. Вот. И пускай люди так не делают, потому что YouTube это практически тот же телевизор, но с людьми, с реальными, которые просто снимают туда свои видео, то, что они хотят снимать. Ты можешь сказать, что у тебя нет монтажа именно из специальных постанов? У меня нет никаких спецэффектов, я монтирую в обычном Final Cut'е, я нарезаю только кусочки видео, вот так вот сижу, может наложу какой-то эффект сверху, чтобы сама красота картинки была лучше, сохранила, выложила, посмотрели, все. И сколько времени на подготовку одного ролика уходит? Ровно зарядить камеру и свет, собраться, доехать, снять и все. Снять, потом смонтировать. Как вы находите моменты, если там как-то нарушается тишина, что-то двигается, вот, например, оставила на ночь? Как ты потом вот ищешь? У меня есть большой файл, грубо говоря, на 5-4-6 часов. Я его беру, сажусь и начинаю вот так смотреть. Серьезно? Ты все смотришь? Во-первых, это интересно, потому что если я думаю, что ты увижу, я в первую очередь, я сама обоснусь просто от страха, серьезно. Просто в мое отсутствие что-то произошло, я больше туда не пойду. Я думала, что вы как-то по звуку смотрите, где был звук, документы выбираете. Возможно, возможно. Еще возможно вот так вот мотать по экрану, смотришь вот так вот на кадры. Но, опять же, ты не увидишь ничего, что двигается. Должен именно сидеть вот так вот смотреть. Но я скажу, после получаса просмотра, вот так вот, когда ты в одну точку смотришь, все, начинает вот так двигаться, и тебе кажется, что тут вообще одна сплошная мистика. Почему у тебя на видео топовых отключены комментарии? Потому что я не знаю. В смысле я не знаю? Ну вот, например, в каком видео? Покажи мне конкретное видео, я тебе объясню именно почему. Вот, камеры на кладбище, выключи на комментарии. Да, потому что вот смотри, я же говорила о том, что... Да, это в основном наставили камеры, потому что я же говорю, что если я оставляю камеру, это не значит, что там что-то должно произойти. И просто я устала бороться с людьми, которые пишут, типа, что я только что посмотрел. Если ты видишь, что там ничего не происходит, то просто закрой этот ролик и не пиши ничего под ним, потому что я как автор, меня это очень сильно огорчает. Вот, любое действие, которое я делаю, я считаю, что оно кому-то нравится, кому-то не нравится. Если тебе не нравится, просто не смотри, пожалуйста. Смотри, раньше у тебя 600 гривен реклама на канале стоила. Как изменилась ситуация? Это был у нас 2016 или 2017 год? Это когда у меня было 20 тысяч. Да. Ну, если считать, что я за 2018 год собрала 1 миллион 500 тысяч почти. Туда где-то 2016... Круто за один год, да? 2015, наверное, год. 16-15. Тогда было 600 гривен. Сколько у тебя сейчас реклама и сколько в общем тебе приносит заработок в YouTube? Сейчас я не делаю рекламу вообще. Ты только с просмотров зарабатываешь? Я получаю что-то с монетизацией с YouTube, но этих денег не так много, как у многих блогеров, которые зарабатывают по полмиллиона рублей или гривен даже в месяц. Все-таки есть люди. Я скажу, что то, что я получаю с монетизацией, мне хватает на нормальную среднестатистическую жизнь. При этом не работая, а просто снимая видео на YouTube. Но смотри, где-то за миллион просмотров около 800 долларов или это чуть больше? На самом деле нет, намного меньше. Может быть и 200 долларов, и 100 долларов. А чего у тебя так? Ну, так бывает. На самом деле там очень, очень, сам заработок на YouTube зависит от самого зрителя. Там очень много факторов. Это не, по моей логике, если у тебя 10 миллионов просмотров, это ты не получила там 10 тысяч долларов за это. Конечно. Серьезно? Нет, конечно. Блин, я думала, что так работает. Хорошо, сколько где-то плюс-минус заработок от 10 миллионов? Ну, тысячи долларов есть за это? Не, ну, конечно, да. Больше? Три там есть? Пять? Нет, тут 10 не будет. В выпуске «Половинки» я посмотрела на тебя, и мне кажется, что, не знаю, с чем связано, ты настолько хотела отношений с этим просто, ну, или хотя бы, ну, мне так показалось, с этим парнем откровенным дебилом. Да, если честно, немножко есть. Он, наверное, думает, что я не готова к серьезным отношениям, но я-то к ним готова, поэтому, Димас, держись, я иду. С чем это связано? Тебе в детстве любви не хватало? Нет, мне в детстве всегда всего хватало, ну, мне и не особо хотелось ни с кем отношений. Просто я вижу, что, типа, мы где-то с чем-то человек, с человеком похожи. Но в основном где-то за твоей спиной сидит режиссер, который кричит, Саша, скажи ему, что ты хочешь с ним отношений? Я такая, я хочу с тобой отношений. В основном это так, но после проекта мы виделись два раза, и все. Ты была не настолько заинтересована, как это могло показаться мне? Я просто на проект пришла, потому что мне было интересно, как это снимается. А ты не думала пойти на какой-то там проект холостяк? Я знаю, тебя звали в пацанке. Да, меня звали, но на пацанках мне уже делать нечего. Я и так могу. Я могу быть разным просто человеком. Могу быть добрым, могу быть веселым, могу быть злой, могу быть какой угодно. Ну, я понимаю, что на пацанках мне менять в себе нечего. Мне уже то, что мне нужно было поменять, я уже поменяла. Туда идут только те, кому уже все. Ну вот, в проектах я уже не хочу участвовать. Это все шоу. Я просто, блин, реальный, нормальный человек. Просто снимаю видео от души. Какой объект ты можешь вспомнить, где ты была, самый страшный, и что ты прям вспоминаешь и прям... Сама жуткая это, наверное, была... Как бы тебе объяснить? Вот именно этим занимаются деггеры. Такой огромный тоннель под землей. Ну, в двух словах. Это есть ролик? Да, есть ролик. Ролик называется «Нас чуть не завалило» или что-то мы чуть не умерли от завала. Вот как-то так. «Сережа, мы тупо идем, блин, уже часа четыре, блин, когда мы отсюда выйдем?» И реально так и было, потому что мы там лазили, все как бы отлично. Мы очень много прошли по огромному тоннелю. Я вообще такой человек, который не может находиться в замкнутом пространстве. Мне уже страшно, типа. Мы дошли до конца. Потом я говорю, что типа «Сереж, друг мой, надо разворачиваться назад и идти, потому что я не знаю, куда мы придем». И именно благодаря моим словам нас не завалило, потому что когда мы вышли, нам работник рассказал, типа говорит «Вы там лазите, вам не платят. Мы там лазим, нам платят, но мы не хотим этого делать. А вы там бесплатно лазите. Зачем вы это делаете?» И он говорит, что если бы вы прошли чуть дальше по тоннелю, вы бы попали на такие деревянные доски. Если бы вы хоть одну, говорит, дотронулись до одной, вас бы завалило, потому что эта вся конструкция держит всю землю над вами. И я такая «Значит, я счастливый человек». У тебя вроде такой контент, ты лазишь по заброшкам. Что это за чудеса? Вызываем сатану, еще какую-то хрень делаем. Это мы проверяем. А, мы проверяем. Мы проверяем, потому что наши зрители просят «Проверьте, пожалуйста, существует ли все-таки там сатана, можно ли его вызвать? Мне, например, самой было в детстве интересно, а можно ли вызвать сатану? Или там пиковую даму? Мне тоже в детстве было интересно. Поэтому вот ты посмотришь этот ролик, а я тебе покажу, как это делается. Я посмотрела этот ролик. Вот. Ну, блин, там же не было никакого ни сатаны, никого не было. Да, потому что этого не существует. Ну, я просто, если бы вызывала пиковую даму, она бы потом год меня сопровождала вообще по жизни. Именно в моих мыслях. Значит, нацепи себе чеснок на шею. Думаешь, подействует? Ну, возможно. Есть вопрос, который я не задала, но ты хотела бы, чтобы подписчики о тебе узнали. На какую камеру сказать, чтобы смотреть зрителю прямо в глаза? Дорогой зритель, скажи мне, пожалуйста, хотел ли бы ты видеть от меня на моем канале что-то, кроме заброшек? Пожалуйста, напиши здесь, в комментах. На самом деле мы с тобой можем еще 10 сезонов наснимать, я тебе буду рассказывать и рассказывать. Я сейчас просто не смогу вспомнить. Просто во мне настолько много всякой информации, что я не могу ее просто так вот взять и выдать. Это очень сложно. Я почему-то вот, когда тебе первый раз написала, и ты сказала, что ты занята на съемках, я думала, что тебе, ну, как мне возраст, и ты работаешь каскадером. Это неправда? Хорошо, откуда у меня эта информация? Я не знаю. Мне кто-то из блогеров сказал, что ты каскадером работаешь. Вообще, обо мне столько всякой информации, которую я лично о себе сама не знаю, как и, в принципе, каждый человек, который медийный какой-то. Это очень странно. Вот ты, например, любовница Козловского, я знаю. Да не любовница, я же бывшая невеста. Вот, вот, но этого нету, понимаешь? Но не любовница. Вот. Бывшая невеста Козловского. А я не каскадер. Ладно, ребята, пишите ответ на вопрос, какой контент вы хотите видеть у Саши на канале. Можете написать, какой у меня. Может, вы хотите, чтобы я по заброшку уходила? Не надо. Спасибо, что смотрели. Пишите комментарии. Если вам не понравилось, можете не писать об этом, потому что мне неприятно. Если вам не понравилось, закройте видео, как я говорю, выйдите, пожалуйста. Ну, подпишитесь на канал, ради бога. Всем спасибо, всем пока. Снято.